Человек, 10 человек примерно, 9-10 человек, тогда мы сдаем загранпаспорта, садимся все в автомобиль и переезжаем. А у нас с нашей стороны от 1000 до 2000 евро берут, в некоторых пропускных пунктах даже до 5000 доходят. Паром, где Орловка, Измаильский район, мужчин пропускают, но от 1000 долларов и тоже доходит до 5000 долларов, чтобы перейти границу. Ну, то есть заплатили, а там как-то переводят, наши же, пешком на паром и дальше. Конечно, это платят нашим, чтобы пройти, так просто не пускают. Вчера я сам видел, что сколько стояли очередей, всех разворачивали, а те, что проехали, то, конечно, они заплатили деньги. Все-таки есть у вас коррупция? В стране? Конечно, конечно есть. Может быть, это реально, что переходят за деньги? Это не то, что может быть, это факт, это есть такое. Это живой факт. Есть люди, которые перешли за деньги, даже знакомые. Мы разберем, что мы разберем. Скопы? У нас есть информация, что украинские, которые украинские, которые украинские, 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 15 миллионов долларов. Я не знаю, это я не знаю, только были заседаны, я, на мой взгляд, у меня были заседаны все органические ресурсы, в результате. Скажите, какие случаи здесь происходят? Многие, дам. Продолжение? Ну, спросите. Практически, каждый человек, который, например, играет иллогал, практически все будут конфронт с этой ситуацией. Сын жопуицы денег, жопуицы, и... Партия украинская, вы знаете это или нет? Я, на мой взгляд, у меня обязательства и заседаны органические ресурсы. Я обманываю, что и органические ресурсы были заседаны. И вы продолжаете идти заседаны? Хорошо, мы не знаем Центр Национальный Антикоруптия, и мы не получаем заседаны. Но в отношениях с людьми, по-моему, 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 по-моему. Мы не понимаем, что ситуация не плохая. Но для наших, мы еще и обманывали, чтобы пройти Республика Молова. Я приехал, чтобы познакомиться с ситуацией на сегодняшний день. В первую очередь, мы посмотрим, что происходит, как ситуация на сегодняшний день, как работает механизм, который был стабил. Мы поговорим с коллеги, которые у меня были в туре, какие-то проблемы, какие-то необходимы, как мы можем сделать это. Есть где остановиться у вас, или так, тоже? Покажите мне, пожалуйста, ваш паспорт. А, да. Давайте, ну, я хочу просто ответить. Учителя, какой ответ? Ну, то есть, есть где остановиться? Конечно. Здесь есть где остановиться, здесь где спать. Хороший ветер, теплый, горячий чай. Но сначала я хочу увидеть дальше паспорт. Уинно. Хорошо. Давайте я просто подаду к вам. Хорошо. Тогда идите в ту сторону. Хорошо? На вся раз. Здесь, с 13 сентября, вы ешьте автоматические вклады, какие-то, 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 какие-то. Ты сам откуда? Сам я с Донецкой. Да. С Донецкой? Да. Я с одной войны сбежал, с другой войны сбежал. Где там, где... Ну, понятная идея. Просто у меня еще друзья есть, которые тоже уходят от войны и не хотят оружие брать в руки. Соответственно, ищем так, как можем. И если будет какой-то канал, вот это будет для нас полезно. Вот это... А что мне бояться? Объясню. Что, смотри, если я сейчас буду говорить, кто, зачем, почему, как меня смог сюда успешно доставить, чтобы я мог находиться, быть в безопасности, да, то те друзья, которые сейчас там остались и очень жаждут попасть сюда, меньше вероятности им будет сюда попасть. и дороже будет стоить им сюда попасть. То есть, чем больше арестов будет происходить на таможне, тем дороже будет стоить проезд. То есть, вы не хотите спалить канал? Безусловно. Но где коммерческие, ну... Все эти футболы... Коммерческие, коммерческие, я скажу. Расценки от двухсот до полутора тысяч. То, что вот я слышал, то, что мне попадалось, то, что, в принципе, было возможно. Каким образом передаются деньги и кому? Не знаю. Тут на этот вопрос не отвечу. Ты просто не хочешь отвечать? Ну, да, скажем так. Ну, я же всем не давал деньги. Кому-то... Ну, кому-то давал. Кому-то давал. Кому-то давал. Сколько-то давал. Ну, вот Расценки, я же говорю. Если интересно, Расценки от двухсот до полутора тысяч были готовы мне помочь, потому что у меня, ну... То есть, я с Донецка сбежал, в Киеве, мы жили, и в мой дом опять попал снаряд. В доме нет ни электричества, ни отопления, ни воды. Я уже жить там не хочу. Ты сейчас куда направляешь это? Я сейчас... Ну, в принципе, ну... Не знаю, я лагеря боюсь. Не знаю, почему-то я их боюсь. Потому что это какая-то несвобода. Он ленточкой огражден. Я люблю там, где нет ленточек, веревочек, замков, цепей. Я свободный человек. Сейчас другое положение. Я знаю, но я живу во всем мире. И я того же желаю своим гражданам, которые остались у меня на Украине. Соответственно, чем больше я спалю, и таких, как я, спалят каналы, тем дороже и меньше вероятности будет им сюда приехать. Тем людям, которые выбирают жизнь. То есть, я против коррупции, безусловно. Но еще больше. Я против того указа президента нашего, который он сделал, что мужчины от 18 до 60 почему-то не могут покинуть страну. Это только из-за глупости нашего президента. Только, только. Ну, такой маленькой глупости. То есть, сейчас добровольцев у нас хватает в Украине. И мы могли бы спокойно обойтись без этого всего, но не обходимся. Все-таки, почему ты не хочешь показать паспорт? Что бы ты легализовали тут? Или боишься? Ну, в чем проблема? Легализовали тут? Ну, как мне... Ну, дали какой-то статус. Как я понял. То есть, если у меня, например, будет статус беженства, то я не смогу месяц покидать территорию Молдовы. Жду, пока переправят машину. Чтобы можно было двигаться дальше. Ну, там, ждешь какого-то такси с ясношечительным документом? Не-не-не, там машина ждет меня. Сейчас родители на моей машине будут ехать сюда. Но там сейчас очередь километров 10-20. И это, возможно, не суть разойдет, поэтому... В общем, вы принадёте, а Yeжили, которые украинцы будут созданы в центральной машине? И в общем, вы принадёте... В принципе, есть созданы для машины, или... Это созданы для машины? В общем, сейчас... Ну, вы, вы слышали. В общем, во времяхождения. Весь refуги? Весь вход в мою руку. Парти в мою руку. Возможности, перестали. Барбатые даты, как они сошли вitate? Наши даты сложили в городе в РФ? То есть есть практика илегла или... На таможне нас не пропускают, потому что все мужчины от 18 до 60 лет мобилизуются.